Привет! Бедный краб оказался не в том месте и не в то время, когда чертили разметку на парковке. В итоге он убежал оттуда в новой окраске. Стену выложили нестандартной кирпичной кладкой. Благодаря этому на неё падает зигзагообразная тень от объектов, находящихся рядом. Владельцы дома решили провести общественный опрос, какой цвет больше подходит для стен. Поучаствовали все соседи. А какой вариант выбрали бы вы? Фактории нравится верхний зеленоватый оттенок. В течение дня сотрудники отеля меняют коврик в лифте с надписями «Хорошего утра», «Хорошего дня» и «Хорошего вечера». Вот это, я понимаю, достойное обслуживание. Доктор берёт со страховой компании целых 58 долларов за один только вопрос, сколько пациент выпивает алкоголя в неделю. А если бы не было медстраховки, то посетитель сам бы за это платил? В лифте есть индикатор, который показывает в реальном времени, насколько он перегружен. Присылайте по ссылкам в описании под видео интересные случаи, которые вам удалось снять на камеру. Наглядный пример того, насколько далеко шагнула автомобильная промышленность за последние 38 лет. Да, это одна и та же модель. Какая из них вам нравится больше? Пишите в комментах. Этот сладкий кристалл был найден на дне банки с сиропом. Кажется, его хоронили не в тех условиях, которые предписываются инструкцией. Автор фото не поделился информацией, где ему удалось найти этот мини-банан. Он выглядит как какая-то демо-версия. Аэропорт – это важное место для любого города, поэтому и охраняется оно соответствующим образом. Но в этом аэропорте есть дырка в заборе для камеры, чтобы любой желающий мог снять красивое фото или видео самолёта. Этот железобетонный столб разъелось годами только с одной стороны. А почему? Потому что именно эту сторону выбирают собаки, чтобы пометить территорию. Общественный туалет из Амстердама, который при этом находится ещё и на весьма оживлённой улице. В этом городе общий уровень стеснения гораздо ниже, чем на планете в целом. В наши дни большинство людей всё снимают на свой смартфон. Особые любители покупают для этого цифровые камеры. Поэтому сильно удивляешься, когда встречаешь на спортивном матче фотографа с плёночным фотоаппаратом. В этом супермаркете есть стойка с бесплатными фруктами, которые вы можете перекусить во время того, как бродите по магазину и выбираете товары. Искатель вен в ближнем инфракрасном диапазоне – это устройство, благодаря которым медсёстрам становится проще ставить капельницы и уколы. Оба яйца снесла одна и та же курица, но правая выглядит так, будто бы ему захотели придать текстуру шершавой стены. Фастфуд – он на то и фастфуд, чтобы быстро получить свой заказ. Также быстро его съесть и уйти по своим делам. В этом Макдональдсе даже сделали ограничение по времени. Вы можете находиться внутри не более 30 минут. Если бы я встретил в ночной тьме такой световой столб, то подумал бы – ну вот, началось. Инопланетяне, наконец, явились порабощать нашу планету. В этом рулоне мешков для мусора забыли сделать разделение. В итоге у кого-то появился гигантский мешок, в который можно спокойно упаковать целый дом. Это объявление нашли в комиксе 60-х годов. В нём рассказывается о продаже беличьей обезьяны меньше, чем за 20 долларов. Выгодная сделка. А кормить её надо крошечными бананами из начала выпуска? Ещё один неожиданный товар. Немецкий производитель строительных принадлежностей выпускает свёрла в упаковке в виде банки пива. Главное, её потом ни с чем не перепутать. Находясь в комиссионном магазине, у вас есть большая вероятность наткнуться на что-то удивительное. Например, на знаменитую картину «Тайная вечеря», в которой все участники события темнокожие. Вместо мороженки с шоколадной глазурью зачем-то покрыли просто кусок льда. В принципе, в слишком жаркий день и такое тоже подойдёт. Эта стрелка указывает, с какой именно стороны нужно открывать упаковку с шаурмой. Вроде бы и какая-то мелочь, но всё равно приятно ощущать такую заботу. Этот максимально недовольный детёныш Апоссума жил под кухонной плитой. Он прямо-таки зол тому факту, что теперь ему придётся переезжать в другое место. На фотографии вы видите учебное здание для спасательных служб. Таким образом имитируется частично разрушенный дом, чтобы сотрудники МЧС смогли оттачивать свои действия в подобных ситуациях. Яйца, которые какое-то насекомое решило внаглую отложить на человеческой кухне. Ну вот и завтрак найден. Весь офис участвует в увеличении размеров этого шарика, который сделан из обёртки от конфет. Отличный способ сплотить коллектив для достижения единой цели. Для кого-то было совершенно неожиданным сюрпризом, когда он нашёл внутри обычной упаковки чипсов целую картошку. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. 11 сентября 2001 года – это один из самых траурных дней в истории Соединённых Штатов Америки. Эта газета была сфотографирована на выставке, посвящённой данной трагедии. На борту турецких авиалиний можно встретить шеф-повара, который самостоятельно принимает заказы перед приёмом пищи. Вот это сервис! У автора фотографии есть специальный контейнер, наполненный спиртом, в котором он уничтожает и коллекционирует клещей. Довольно странное хобби, вы так не считаете? Ещё один пример прекрасного сервиса из самолёта – встроенный в сидение разъём для интернет-кабеля, который рассчитан на пассажиров с ноутбуком. Пиццерия использует шарик для теста в центре, чтобы крышка не соприкасалась с начинкой, и сама пицца не потеряла свой аппетитный вид в процессе перевозки. Ну-ка, физики и химики, объясните фактории, почему часть льда в этом графине с водой плавает на поверхности, а часть прилипла ко дну? Ванная, встроенная в пол, выглядит, кстати, довольно удобно. Непривычно, но всё равно удобно. Встреча на это странное явление было в одном отеле в Великобритании. Пуля, попавшая в капот машины. Автор фотографии был жутко напуган, когда обнаружил её совершенно случайно одним прекрасным утром. Как же прекрасно себя начинаешь чувствовать, когда на пляже к тебе подползает молодой тюлень, чтобы насладиться солнечными ваннами рядом с тобой. Взгляните на этого крокодила. Ничего странного в этой фотографии не находите? У него с самого рождения не было хвоста. Этот старенький, но хорошо отреставрированный автомобиль с паровым двигателем был встречен на самой обычной улице по пути в аэропорт. Билеты у них на такой же атмосферный самолёт? Все мы знаем, что красный – это фирменный цвет Кока-Колы. Но в американской сети фастфуда под названием «Белый замок» можно встретить фирменные холодильники Кока-Колы в сером исполнении. Эта фотография была сделана на одной ферме. Корова нашла свой рай в куче морковки. Интересно, через сколько времени об этом узнал владелец фермы? Мы привыкли, что в кодовых замках как минимум три цифры. Но в этом всего лишь одна. Подобрать код, чтобы открыть дверь, не составляет труда. Не очень-то и безопасно. Администрация школы заметила, что многие учащиеся приезжают на своих скейтбордах. Поэтому им сделали специальную парковку для скейтов. Скворец прилетел полакомиться семечками и обнаружил плохо замаскированную фотоловушку. Он быстро решил разобраться с ней, ведь фотографии с птичками платные. Парень пришёл пообедать в пиццерию. Там он получил чек с одной странной графой. В ней было указано, сколько денег находится на счету у заведения. Торт со своей отдельной и жутковатой историей. Дракон запекает своим пламенем человека. Какая-то странная кондитерская фантазия. По небольшим следам на ноутбуке, автор фотографии догадался, что недавно здесь пробегала одна любопытная ящерица. Наверное, хотела проверить свои соцсети. Это кафе находится в Италии. Владелец не стал заморачиваться с дизайном и использовал готовые шаблоны из интернета. Но он забыл заменить фразу «название ресторана» собственно на название своего заведения. Частичное солнечное затмение стало виновником появления таких необычных теней на асфальте. Автор фото разглядел здесь композицию с несколькими десятками полумесяцев. Столы со скамейками в парке, которые установили на старых трамвайных путях. Благодаря этому вы можете перемещать их в удобное вам место с наилучшим обзором и тенью над головой. Обычно для проверки ручек в канцелярских магазинах используется обычная бумага. Но здесь посетителям предложили во время тестирования найти какое-нибудь слово во всем известной игре. Нераспечатанная бутылка Кока-Колы 1990 года ограниченной серии, которая посвящена чемпионату по футболу. Автор фотографии нашел ее в доме своего отца. Команда рабочих, которая занимается ремонтом в частном доме, привезла с собой микроволновку, чтобы можно было разогреть себе обед, не пользуясь кухней. Этот алкотестер установили в баре. Персонал заведения утверждает, что он здесь появился в исключительно образовательных целях. Может быть, вы тоже не догадываетесь, что за стеной вашей комнаты находится гигантское пчелиное гнездо. Прислушайтесь! Может быть, вам удастся распознать характерное жужжание? Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!